Всем привет! Сегодня я вам покажу и расскажу о том, как измерять зазоры клапанов и в случае необходимости их изменять. Рассказ будет про мотоцикл KTM XCF 2012 года, объем двигателя 250 кубиков. В целом принцип измерения зазора клапанов и их регулировки для всех мотоциклов принципиально не отличается, поэтому данную инструкцию можно считать достаточно универсальной. В первую очередь нам необходимо снять бензобак, это я уже сделал пластик боковой для того, чтобы получить доступ к клапанной крышке. В моем случае также понадобилось дополнительно снять крепление двигателя, вот здесь оно было вот так вот установлено, вот я его уже открутил, снял, чтобы время не терять. Трубочку нужно снять, вот эту трубку и соответственно снимаем клапанную крышку. Все болты открутил, они у меня вот тут лежат, просто ключиком на 10 они снимаются и снимаем клапанную крышку. И да, прежде чем вообще производить какие-то работы, крайне желательно мотоцикл помыть, почистить, чтобы внутрь грязь никакая не попадала. Хотел бы остановиться еще на одном немаловажном моменте, это то, какие инструменты нам понадобятся. Вот здесь я выложил, да, в первую очередь это ключи для откручивания и закручивания гаек, соответственно это может быть трещотка со сменными головками, это может быть Т-образный ключ, достаточно удобный для гаражных работ. И обязательно для сборки обратной нам понадобится один имметрический ключ. Я использую вот такой корейский XITE или тайваньский, ну не важно. Замечательно удобный, недорогой ключик с усилием от двух до двадцати ньютонов метров. Также помимо ключей нам понадобятся щупы, вот здесь у меня три разновидности щупов лежит, может быть пару слов про них скажу. Щупы могут быть как прямые, да, вот прямые, так же могут быть изогнутые. Вот такие щупы будут поудобнее, дело в том, что конкретно на моем двигателе там достаточно неудобно подлезать щупами для зазора, и вот такие изогнутые они будут гораздо удобнее, чем прямые, которые придется загибать. И хотел бы остановиться на кончике щупа, вот как вы видите здесь толстый кончик, здесь он сужается. Вот такой щуп будет чуть удобнее, потому что, опять же, в моем двигателе вот эти щупы уже влезают на пределе. Микрометры нам понадобятся для того, чтобы измерять шайбы, которые установлены уже в двигателе. По крайней мере в моем случае это понадобилось. Дело в том, что они стоят достаточно долго, по всей видимости еще стоковые, и надписи на них, обозначения их толщины уже стерлись. Поэтому для того, чтобы понять их толщину, чтобы вычислить шайбу, которую необходимо установить, вот нужны микрометры. Я использую и вот такой цифровой, и вот такой, да, просто дублирую, чтобы не ошибиться в результатах. Естественно, понадобятся шайбы. Можно либо сначала измерить, понять, какие шайбы нужны, и заказать их там по одной, по две, сколько нужно. Либо приобрести сразу вот такой набор, вот здесь в наборе присутствуют сразу все основные ходовые размеры. Из полезного понадобится, может быть, вот такой магнитик. Вот. Опять же, эти шайбы доставать регулировочные и устанавливать их на место. Безусловно, нужна будет бумажка с ручкой, да, куда мы будем записывать наши показания, измерения, и вычислять необходимые шайбы. И, естественно, сервис, мануал. Пожалуй, все. Поехали. Так, после того, как мы сняли клопанную крышку, нам необходимо в первую очередь выставить верхнюю мертвую точку. Делается это следующим образом. С левой стороны двигателя, если смотреть по ходу движения мотоцикла, мы шестигранником на 14 вот здесь откручиваем заглушку. Заглушка выглядит вот таким вот образом. В моем случае такая вот оранжевая красивенькая. И далее накидной головкой на 14 мы вращаем вал двигателя против часовой стрелки до того момента, пока вот эти вот меточки, вот их видно, да, не встанут друг напротив друга и вот параллельно вот эта вот линия, она здесь. Согласно сервисному мануалу, зазоры выпускных клапанов должны быть в пределах от 12 до 17 сотых миллиметра. Впускные клапаны должны быть в пределах от 10 до 15 сотых миллиметра. Соответственно, можно брать, ну, некое усредненное значение. Можно ориентироваться на щупы, которые у вас есть. У меня, соответственно, идут щупы с градацией 10, 13, 15, 18 миллиметров. Соответственно, для выпускных клапанов, они, так, для тех, кто путается, находятся вот здесь два клапана спереди по ходу движения, сзади по ходу движения находятся впускные клапаны. Так вот, для своего двигателя, для выпускных клапанов, я буду выставлять зазоры где-то 0,15, то есть 15 сотых миллиметра, для впускных – 13 сотых миллиметра. Итак, приступим к измерениям. Начну с выпускных клапанов. Ищу щуп на 15. Вот он, 15. Удобнее мерить вот с этой стороны. Куда сващуп? Все достаточно просто. То есть, вот есть вот эти такие полукруглые, по-моему, они называются рокера. Вот. И есть вот, в моем случае, они такие цветные, такой красного-синего цвета, ну, относительно цветные, так называемые коромыслы. Вот, собственно, между рокером и коромыслом нужно вставить чуп, определенного размера, да, и понять, какое расстояние между ними. Ну, вот сейчас я на выпускном клапане вставляю щуп 15 сотых миллиметра. Вот. Не вставляется. Соответственно, берем щуп поменьше. То есть, в моем случае это 0,13. Вот, щуп 0,13 входит достаточно легко. Еще раз проверяю на всякий случай щупом 0,15. То есть, со всей силы его туда пихать не нужно. Он должен с незначительным сопротивлением заходить, если заходит. Щуп 0,15 не входит. Соответственно, делаю вывод, что зазор на правом выпускном клапане, ну, где-то 0,13-0,14 миллиметров. Теперь проверяю левый выпускной клапан. То же самое. Сначала беру интересующий меня щуп 0,15. Так, 0,15 не лезет тоже. Таким же способом, как и выпускные клапана, выпускные зазоры клапанов. Измеряем зазоры впускных клапанов. Беру щуп 0,10. То есть, минимально требуемый зазор для впускных клапанов. Беру правый. 0,10 входит. С трудом. И здесь 0,10 тоже входит. Минимальный зазор соблюден. Берем следующий размер. В моем случае это 0,13. То есть, это тот зазор, который бы мне хотелось, чтобы был. Так. 0,13 не влезает в левый. В правый. 0,13. Не влезает тоже. То есть, зазоры впускных клапанов где-то 0,10. И так, после того, как мы все замеры провели, ну или во время замеров, записываем полученные результаты. То есть, у меня правый выпускной клапан был 0,13. Левый выпускной клапан 0,08. Зазор. Правый впускной клапан 0,10. И левый выпускной клапан тоже 0,10. Это вот первая строчка, да. Соответственно, во второй строке я записываю те значения, которые должны быть. Соответственно, для выпускного клапана это где-то 0,15. Да. Да. 0,15. А впускной 0,13. 0,13. 0,13. 0,13. 0,13. Соответственно, теперь нам нужно добраться до шайб, которые для дорегулировочных шайб, и их измерить, да. Или записать значения, если они на них есть, и записать сюда в третий столбик. Соответственно, на основании тех значений, которые у нас есть, и размеров шайб, которые у нас есть, мы вычислим шайбы, которые нам нужно поменять. После того, как мы измерили зазоры клапанов и сравнили их с талонными зазорами, представленными в сервис-мануале, если мы понимаем, что нам необходимо менять регулировочные шайбы, нам нужно снять рокера. Для этого, в первую очередь, ослабляем натяжитель цепи. У меня он уже частично ослаблен. У меня, значит, стоит механический натяжитель цепи. По сравнению со стоковым, ну, таким полуавтоматическим, он гораздо удобнее. В каком плане? Дело в том, что двигатель стоит достаточно близко к раме, а в сервис-мануале указано, что натяжитель цепи, стоковый, да, необходимо полностью вытащить из двигателя, для того, чтобы его можно было потом установить обратно. И я предполагаю, что, скорее всего, он не вылезет. То есть, для того, чтобы отрегулировать клапана, нужно будет снять двигатель для того, чтобы вытащить стоковый натяжитель цепи. Механический натяжитель цепи, ну, просто, по большому счету, болт, который по резьбе вкручивается сюда и тем самым натягивает цепь. его, ну, просто выкрутил, вот, чтобы цепь по свалбам. Вот она у нас со свалбой. Вот, собственно, после этого можно снимать, откручивать вот эти восемь болтов и снимать крышку, да, в сервисе мануалит называется Bridge Most, который удерживает крокера на своих местах. Вот с этими гаечками нужно быть крайне осторожным, потому что, если ее уронить туда, вглубь двигателя, то можно запросто попасть на разборку картера. Все, после того, как мы открутили восемь болтов, снимаем крышку. и вытаскиваем валы, не знаю, как они правильно называются, впускной и выпускной. Соответственно, вот они у нас, коромысла. под ними стоят регулировочные шайбочки, которые нам нужно сейчас будет мерить и в случае необходимости менять. В общем говоря, мы уже выяснили, что их менять нужно. шайбочки все вытаскиваем и выкладываем в том порядке, как мы их вытаскивали. Соответственно, после того, как мы вытащили регулировочные шайбы, мы записываем их толщину. Если на них толщина не написана, например, стерлась, соответственно, используем микрометр для измерения. Вот такой или цифровой, а лучше и тот, и другой для проверки. Ну, для примера, вот возьмем сначала впускные клапана. Значит, у нас измерения показали, что зазор впускных клапанов и там, и там равен одной десятой сантиметра, ну или десяти сотым. А нужно, чтобы было тринадцать сотых. Соответственно, нам нужно увеличить зазор на три сотые миллиметра. У нас стоят шайбы по два двадцать. Чтобы увеличился зазор, чтобы зазор стал больше, шайбы надо ставить меньше. То есть, расстояние тогда между клапаном и кромыслом будет больше. Расстояние должно быть меньше на три сотых миллиметра. Вот у нас 0,10 есть, нужно, чтобы было 0,13 зазор. Соответственно, от шайбы регулировочной нужно отнять 0,03. Соответственно, здесь пишем 0,20 минус 0,03. И здесь тоже минус 0,03. В итоге мы получаем, что шайбы на впускные клапана нам нужно поставить 2,17. И здесь 2,17. Точно по такому же принципу считаем, какие регулировочные шайбы должны стоять на выпускных клапанах. Ну, для примера, здесь у нас 0,13 мы измерили. Должно быть 0,15. Должно быть на две сотых больше. Соответственно, 2,36 минус 0,02. Получится 2,34. 2,34. Здесь 0,08 должно быть 0,15. На 0,07. 2,40 минус 0,07. Получится 2,33. 2,33. Ну, скорее всего 2,34. Вот такие регулировочные шайбы мы должны поставить. Соответственно, берем наш набор. Естественно, там размеры есть не все. Соответственно, берем ближайшие, доступные для нас размеры. Эти я выкладываю обратно. 2,40. Сюда 2,36. Сюда. И две 2,20. 2,20. Окей. Нужно 2,33 или 2,34. Две штуки. Угу. Значит, у нас есть 2,32 и 2,36. 2,36 у нас на выпускном клапане стояла шайбочка. Соответственно, мы берем чуть-чуть поменьше. Соответственно, 2,32 на левый и правый выпускной клапан. Нужно опять же использовать. Соответственно, 2,32 и 2,32 на выпускной клапан. И нам нужно 2,17 на впускной. 2,17 нету, ближайшая 2,16. Тоже две штучки берем. Раз. 2,16 и 2,16 два. Теперь нужно эти шайбы установить обратно. Главное, их не перепутать. Очень главное, их не уронить внутрь. Иначе придется гораздо сильнее и подробнее. И ближе познакомиться с устройством двигателя. После того, как мы подобрали нужные шайбы, устанавливаем их на место. Сначала выпускные клапана. Очень боюсь их уронить. Поэтому буду использовать магнит. Опыт уже был. Теперь впускные клапана. Все. После того, как мы установили шайбы на место, собираем нашу конструкцию обратно. Возможно, имеет смысл немножко протереть тут. Если какая-то, если с вами грязными руками наморали. Так. Так. Устанавливаем. Впускной. Покер. Вставляем меточку, чтобы она ровно стояла. Натягиваем цепь. Так. Отлично. И теперь рокер выпускной. С ним всегда чуть сложнее, в том, что нужно угадать. Так. Не угадал. Одно звено. Промахнулся. Так. Пробуем тапот. Вот. Опять промахнулся. Вот. Попал. Еще раз проверяем, что стали они ровно на свои места. Нигде ничего не потеряли. Возможно, перед тем, как закрутить, имеет смысл немножко маслицем тут все смазать. Я думаю, лишним точно не будет. ОК. И устанавливаем бридж мост. Не знаю, как он там правильно называется. Еще раз проверяем, что метки у нас стоят правильно. и все закручиваем. Закручиваем динамометрическим ключом. Усилие 15 ньютон метров, как и указано в сервисном мануале. Затягиваем все эти болтики на 15 ньютон метров. Затягиваем. Затягиваем. Еще раз проверяем. Есть. 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 Все. Отлично. Теперь мы затягиваем, закручиваем натяжитель цепи. Видно, как цепь натягивается. Так, отлично. Цепь должна быть натянута, но не перетянута. Это достаточно важно. Так, после того, как мы закрутили натяжитель цепи, необходимо несколько раз провернуть вал. Лучше это сделать вообще кикстартером. У меня мотоцикл стоит на подставке кикстартером. Несколько неудобно это делать. Так. Снова выставляем. ПМТ. Есть. Да. И еще раз проверяем клапана, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Мы нигде ничего не напутали и зазоры не ушли. Берем щуп. 0,15 по идее. Он должен теперь входить. Так как мы брали не точно, то возможно будет чуть-чуть не входить. Щуп. 0,14 бы. Вот сюда вошел. Туда не вошел. Попробуем, соответственно, в левый выпускной взять поменьше. 0,13. Если он войдет. Он вошел достаточно свободно. То есть я делаю вывод, что здесь где-то 0,14 получило. Здесь 0,15. Ок. Что нас вполне устраивает. И теперь впускные клапана. Проверяем. Берем щуп 0,13. И тоже слона. Так, 0,13 вошел. В левой. В правой тоже. Для того, чтобы убедиться, что мы не вышли. Из допустимого предела зоров щуп берем 0,15. 0,15 не входит. В левый. В правый. 0,15 не входит. Все. После того, как мы установили новые регулировочные шайбы. Проверили зазоры клапанов. Теперь собираем все обратно. Соответственно, устанавливаем клапанную крышку. Так. Так. Слушай, так, где? Есть. Жень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова